всем привет дамы и господа и подписчики моего канала вы на канале отличник life и сегодня в этом новом видеоролике по гайду по макро игре в контра страйк 2 я вам расскажу все как играть клач как понимать игру как капитанить на фейсите как быть самым топовым игроком чтобы вас не машнили вас конечно будут машнить но вы будете самым нормальным четким типом который может расколить и пистолетку и сказать типам что поджимать какой раунд сыграть в целом расскажу о своем понимании игры она может вам не понравится потому что есть многие другие проигроки которые об этом заявляют говорят то что там есть какие-то свои фишки и так далее сегодня постараюсь максимально кратко без демагоги рассказать как доигрывать клачи разберу абсолютно все ситуации но возьмем это на примере карты мираж объясню почему только мираж и возьму и объясню что вообще такое дебюты основы дебюта как играть под какой-то точкой от чего отталкиваться то есть здесь не будет ролик про только на каких стрейфах выходить на то какие гранаты кидать и так далее это будет ролик по макро игре то есть именно игра головой как вы должны понимать игру в целом и общем поэтому давайте начнем поехали вся игра делится на три этапа первый этап это информация что немаловажно и даже можно сказать очень важно дальше идет у нас уже это радар который у нас вот увидите на экране но наверно закрыт там короче моей вебкой и третье это комплекс а комплекс состоит из того что у вас в голове вы то есть должны это объединить и уже выстраивать какие-либо линии отталкиваться от какого-то дебюта отталкиваться каких-то привычек типов на карте отталкиваться от того что бы сделали бы чтобы выиграть раунд то есть типы абсолютно также мыслят вот конечно уникумы индивидуумы которые могут пропушить молотов и так далее но вы должны быть в фокусе на такие моменты на такие ситуации потому что как-никак вы должны понимать что без дальнейшей так сказать перспективы до вашей голове вы не сможете выигрывать игры если не будете ловить на таких ошибках начнем с того что вообще такое информация информация это то что говорит в чат ваш тиммейт это очень важно потому что если например тип выбегает яму тут ему прилетает молотов он выходит дает информацию что один кт там мутится куда-то дальше ему халпуют его убивают он видит то что два кон там если он говорит то что там дофига мид то это уже ошибка по информации то есть можно как минимум сыграть на камеру смерти то есть если вас убили у вас до сыну остается некоторые секунды вот я покажу вам вот видите некоторое количество секунд у вас остается красный экран то есть вы видите передвижение типа который вас убил но также есть и минус этой штуки то что этот чел может вас обмануть то есть как бы я делал если остаюсь какой-то ситуации в клатче и у меня нет другого варианта типа я даю по себе информацию убиваю этого типа например если я убиваю на тв и убегая на его камере в питон даст эту информацию но при этом я же могу и вернуться после того как он умер и уже никто об этом эту информацию не узнает то есть в этом ситуация какая в этом также играет ключевую роль информацию которую дает ваш чел то есть например я иду вот здесь меня чел убивает я например говорю короче блин меня убили на тв чел забежал в тв ну то есть это было на камере чем мог сыграть на камеру а на самом деле он мог забежать в тв я полностью испаряюсь он выходит из тв бежит в яму то есть если вы даете однозначную инфу что все убежал в тв то чем играет только от того что он убежал тв если этот чел неграмотный а если вы даете информацию то что мог и туда мог и туда мог и туда то есть три вариации то учила вероятность 33 процента на каждую из точек то есть он может и мит пойти челеса этого тебя убил может на time пойти фабсы вандер может пройти сюда вот и иран либо по вас и либо яму зависимости от ситуации то есть очень важно давать информацию если что упоминайте в целом то есть то что вот вас убили и чел там ушел на это было по моей камере то есть пока или смерти зачем мог уйти то есть и по 50 на 50 вот Это вот простая базовая информация Если, например, у вас там Ситуация такая, то что в б-опсах Вы стоите б-опоры, качаете колеса Вот так вот прыгаете И прыжками заметили одного типа, который на вас бежит То есть не надо говорить, что б-опсы Вы просто встаньте спокойно в уфэнду Скажите, апсы, просто есть один чел Я его видел И просто примите его Очевидно, типа, не будет один чел на вас и прыгнет Если это не какой-то форс или эко Типа, вы можете его в любом случае застрейфить Сбрить, как бы, ну, выиграть эту ситуацию То есть дуэль в вашем случае Поэтому очень важно давать информацию И важно соколить То есть, например, если вы остаетесь вдвоем Против троих с вашим типом И у вас такая ситуация То, что вам надо куда-то пойти У вас пачка там 40-30 секунд То, если вы человек грамотный Если вы понимаете ситуацию, расстановку позиций на карте Где в теории могут быть типы По информации, которую вам давали ваши тиммейты Вы можете расколить Например, давай мы с тобой на шифте аккуратно пойдем зиг давить Или там, давай мы с тобой аккуратно пойдем на шифте в коннектор То есть, вы можете расколить Потому что не ждите таких подачек То, что вам типы на фейсите будут колить каждый раунд Вы можете начать заниматься этим сами То есть, чтобы быть капитаном Не нужно обязательно, типа, быть каким-то мега-крутым игроком У которого там сотни тысяч часов в игре То есть, достаточно просто понимать игру Например, если у вас какое-то эко Если, например, у вас какой-то форс Например, это за КТ Вы там сделали эко То вы можете стакнуть какую-то точку Это база, например Если типы там проиграли пистолетку на Б У них нет денег То они стакают зачастую аплэнд Но при этом типы-то это понимают То, что есть вероятностная, типа, оценка ситуации И они могут пропушить масс-бапсы с мактенами То есть, такая ситуация То, что вы остаетесь примерно в той ситуации То, что вы рандомите То есть, играете 50 на 50 Либо аплэнд Либо, то есть, вы проиграли Потому что выбить уже Б точку С типами, у которых ганы Это невозможно То есть, там, ну, только если это КС-2 У вас там зарегают какие-то непонятные шоты Но ситуация, ну, как бы Обстоит таким образом То, что вам необходимо за КТ Понимать споты В которых вы можете стоять Тем самым у фенгу И тем самым отыгрывать от какого-то дебюта Потому что типы то же самое делают За и КТ-сторону, и за Т-сторону То есть, ваши враги Поэтому важно очень воспринимать информацию Важно ее давать правильно, грамотно, структурировано, четко Сделать в настройках voice chat Хотя бы на 70%, чтобы слышать вообще, что происходит на карте Потому что типы, как и по радару Как и по информации, которую они дают в чате Можно, в принципе, ситуацию оценить И понять то, что какая-то, ну, проволочка Может проникнуть Например, то, что если на бетом типа запушат Можно по радару видеть Он спалит, потому что там двое-трое И можно стянуться под точку Помочь разбайтить и так далее Важно смотреть на радар Потому что радар это очень важная тема Потому что важно понимать, что происходит на карте Важно понимать точки, которые находятся на карте То есть, если чел где-то покажется Если где-то спалят бомбу Это большой поток информации, который вы воспринимаете Также можно понять Например, если б-апсы там стоят трое Потому что может быть такая расстановка Что, например, если форс или какой-то фулл-бай-раунд Типы стоят, например, глубоко в апса контроля И начинают на шифте идти распикивать При этом там Ну вот один мид, кстати Ну в теории может быть Но на какой-то про-игре максимум, я не знаю На фейс-сити вряд ли вы такое встретите Что один чел выбежит мид Потому что вы его тут подожжете моликом Ему уже тяжело будет доигрывать против трех спотов Которые его надо контролить Так что, скорее всего, чел может в андре где-то стоять Например, под холодить окно там то же самое И, например, вы не понимаете, где пятый тип находится И вспомните, пожалуйста, основную базу Которая существует в этой игре То, что нужно играть от того, что у вас есть люркер на карте Люркер на карте это очень важная роль То есть, как играют люрки То есть, по сути, три типа ваши бегут, например, на б-точку Один тип там у вас стоит под бином либо в андре А вы задимаете ту зону, на которую можно стянуться Вот в этом и смысл игры люркера То есть, он распикивает апсы И не дает по себе информации до максимума До того момента, пока он может дать килл То есть, вот он дает инфу Дает и о себе знать, когда он дает килл 100% То есть, если вы, например, начинаете стягиваться под б-точку Она уже никого нет И вы люто топаете то, что вы идете на КТ Он просто выходит и вас инстасбревает Он говорит то, что это был последний чел, который стянулся са Они нас ждут на б, давайте под меня стянемся, я занимаю Он кидает смок кон Кидает молик джангл И идет в КТ мутиться, например, под какую-нибудь вот такую флэш Он кидает ее Бам, блайндит и, то есть, пытается занять распутить точку То есть, игра люркера очень важна в любом случае Вы должны играть на максимум Если вы понимаете, на фейсите очень много несыгранных типов То есть, ситуация обстоит так, что люркера играют даже, ну, то есть, неосознанно, по сути То есть, тип, например, он просто уже устал, типа, ходить с типами Понимает то, что это бессмысленно Он просто пытается на своем споте, на своей точке как-то найти 1-2 кила То есть, поэтому очень важно играть от люркера Это очень важная тема в игре Никогда про нее не забывайте Он может выйти как с ямы, как с паласов Может промутиться где-то тут Так что, всегда играйте от спотов И никогда не подставляйтесь под несколько точек сразу То есть, если вы играете КТ-1 То лучше попрыгайте просто на информацию Вас никто не убедет Типа, вы просто спотите тем самым яму Спотите вон Тетрис Не Тетрис, а Стерис То есть, что тип может промутиться туда с кона И, то есть, в любом случае Типа, у вас будет смачок, который вы можете откинуть Пожить, типа, подождать стяжки своих типов Поэтому важно смотреть на радар Воспринимать информацию, при этом комплекс Что подразумевает под собой комплекс Хотел бы вам напомнить то, что КС, по сути, это как шахматная игра То есть, шахматных партий может быть миллион То есть, их дофига А ходы, типа, они могут как повторяться Так и они постоянно там Ну, вообще, ну, каждая партия Каждая игра, она по сути индивидуальна То есть, там какой-то ход может проскочить Вообще незаметно Какой-то ход будет глупым и так далее То есть, все допускают ошибки В шахматах особенно И, типа, вы не играете на уровне Гроссмейстеров в КС-2 Вы не играете на их уровне То есть, при этом Ошибку допустите и вы И ошибку допустит, соответственно, ваш враг Что такое дебют? Например, если вы играете опорника То есть, вы должны понимать ситуацию, какая Чел откидывает инстамолик яму 49-ая секунда Флэш в тайминг Летит на мид Дальше он играет либо от этой точки Либо, ну, может промутиться Но это опасно, кстати Типа, я бы в такую Я бы стоял в этот спот Если бы вот так, типа Я бы откинул смок яму Чтобы меня не видели Я бы проскочил И просто стоял бы на информации При этом, если у меня чел где-то тут Играет еще дополнительно То есть Вы должны понимать то, что На А у вас есть уже опорник Однозначный Который откидывает вам молик в яму Тем самым Он может находиться здесь Он может встать на ковраг То есть, тут очень много спотов Который может встать Может поджать яму Например, если чел поджимает яму То однозначно он играет А не в соло То есть, где-то есть еще один чел В основном там яму может поджать Но в основном Вообще, по сути, А опорник Да? Ну, если это по логике судить Потому что игрок окна Он играет здесь Играет здесь Может уйти сюда в кон И тут тоже здесь играть То есть, он явно не попушит туда в яму Это будет А опорник То есть, убив его По сути, эта точка Начиная с вот этой зоны Заканчивая по вот эту зону Не считая вот этой зоны Да? Она будет чиста Это если судить по логической Какой-то части составляющей Если чел неудачно дал фраг То есть, вы должны понимать Расстановку именно То, что вот А играет в основном Два типа Это А опорник И кон игрок Есть еще окно игрок И есть два Б игрока Это колеса кач И непосредственно шорт игрок То есть Расстановка какая? Вы должны понимать То, что это база И на всех картах Это тоже база То, что в основном Идут по два опорника на точку И один играет мид Но, возможно, там С какой-то точки Которая ближе к миду К нему может прийти Посаппортить мид Как игрок коннектор Например Потому что вин плюс кон Это связующие две позиции То есть, по сути Игрок окна С игроком кон Это синергия Вот, вы должны это понять И то есть, как в шахматах Есть дебюты Вы откидывают гранаты Могут откинуть вот такую гранату То есть, вот это дебют То есть, это разыгровка Какой-то базы стандартной То есть, для которой даже Не надо прилагать Никакую умственную деятельность То есть, это то Что выполняется каждый раз Периодически и постоянно Вы тоже делаете это из-за Т То есть, вы, например Как черные фигуры Вы откидываете тот же самый смок Окно Откидываете тот смок Топ конн Если хотите отыграть Какой-то раунд Но, в любом случае На мираже Если вы даже не играете мид Там, если один человек Выйдет пострейфить Там, зачекать Заспотить Он все равно выкинет Какую-либо гранату на мид В основном, даже если это Не масс-мид Они могут кинуть вот такую гранату Чтобы, ну, просто она была В любом случае На мид будут прилетать гранаты На б так же, типа На б вы будете получать гранаты От вот этого типа Потому что Я еще ни одной игры не видел Где чел бы не откидывал Сразу инстамолик в апсы Как только-только прибегает То есть, я не видел еще такого типа Который будет просто стоять и прыгать Потому что, может быть, ситуация какая Если вы не выполняете этот дебют Базовые требования Не делаете вот этого типа Который бежит на плюс в То есть, если чел бежит на плюс в И хочет вас запушить Он инстамолин должен тратить смог Потому что, типа Ну, в соло пушить Это такая себе идиллия Если вас пушат То вас пушат вместе Поэтому молек Очень важно отдавать в апсы Молек очень важно отдавать На любые другие споты На которых это считается дебютом Это вы можете посмотреть В любых гайдах На ютубе про опорников Ну, я вам могу сказать так То, что это очень важная история Поэтому это называется дебют А вся уже остальная разыгровка На мираже Она зависит напрямую от того Как типы То есть, воспринимают игру Это все уже индивидуально становится То есть, например Если чел там играет окно Если он стоит Ну, давит до тала После того, как смог прошел После того, как он взорвал уже Хаешка этот смог И так далее То есть, это какая-то Прямолинейная стандартная игра То есть, чел не особо парится А если чел там, например Играет жесткого какого-то авика То он стягивается по инфе На бе Стягивается по инфе Там может прочекать паласы аккуратно Может стянуться вот в эту точку Поспотить нижний кон Поспотить парик То есть, ну Ситуация может быть Огромное множество Вы должны понимать То, что это как По сути в шахматной игре То есть, тут невозможно Предугадать ходы соперника Точнее, их возможно предугадать Но с вероятностью Сто процентов И каждый ход Невозможно Потому что Может быть какая-то Ошибочная структура То есть, например Вы будете ждать от него Какого-то мега умного хода В особенности вкладчик Да Сейчас я уже про них Начну говорить А чё он там Совершит какой-то Абсолютный идиотизм Базу там Выкинет Просто считайте свой материал И сфидит на вас То есть, ну Такая ситуация может быть Вот Теперь поговорим Про немаловажную тему Про клатчи Клатчи в этой игре Делятся на очень много типов Есть клатчи 1 в 5 Которые вообще не берутся Есть клатчи 1 в 4 1 в 3 1 в 2 И 1 в 1 Но также есть Разыгровка на экзиты Это очень тоже важная тема И есть также разыгровка на сейв То есть, ну Это тоже очень важно Потому что важно считать экономику Вы должны понимать то Что если челы не выиграли Первый раунд Не выиграли пистолетку То у них на экз будет точно эко Потому что никто не будет форсить Если они не ставили бомбу То есть на эко можно выйти Тот же самый мид Пофармить над хаей и так далее А если типы поставили бомбу Но слили раунд То у них будет однозначно форса Они будут кидать смоки на мид Они будут выходить мид Вот И если типы выиграли пистолетку У вас эко То они вас скорее всего будут давить Потому что у вас пистолеты То есть, ну такая какая-то логика И вы примерно должны считать Там вот есть тут лос-бонусы То есть, ну нормальные Есть типа тема Вы можете загуглить на сайте На каком-нибудь Как считать экономику КСа И примерно отталкиваться от того Что есть у ваших противников Какие киллы И какие у них, например, оружия Что они делают И в принципе, ну Совершать какие-то выводы В основном Которые вам помогут В дальнейшем выиграть раунды 1 в 5 клатч я даже не хочу рассматривать Потому что Идеально 1 в 5 клатч Это если на вас Все 5 человек просто вышли И бездарно умерли Потому что 1 в 5 Невозможно закладчить Типа, ну Есть, конечно, вероятность Но она очень маленькая Она очень низкая Это будет какой-то Мега иншайн мув Потому что Ну в любом случае Вас могут задавить там вдвоем Типы А если они вас вышли Вдвоем задавить А вы их убили вантапами То где-то будет третий Третий умирает в окне Выходите Зиг спотаете И все 1 в 1 клатч Вы кидаете смок Ставите Типа бомбу И Вы считаете Выигрываете Ну я не знаю Типа такая ситуация Которая Очень редко может произойти В нормальной игре На нормальном елу Но Она в принципе может быть Типа ей есть место 1 в 4 Тоже не буду рассматривать Такая же абсолютно ситуация Вот 1 в 3 Ну что Тоже можно разыграть Типа все от инфы зависит То есть вы должны понимать Дети пусть стоят В каких спотах И так далее То есть Все зависит от радара От информации От вашего понимания игры А понимание игры Можно получить Только если вы будете Задротить в эту игру бешено То есть вам просто Надо играть и играть И у вас все это Со временем придет Вы поймете привычки Дебюты Вы поймете ошибки Вы поймете тайминги Тайминги Это не то что вы смотрите По Вот здесь вот по таймеру Вы должны понимать То что там Если у вас втроем Мид давит Вы стоите в апсах То чел может вот тут подпушить Вы его можете поймать На этой теме Также яма Вы можете там Например Если ты играете Какой-то клатч Вы должны понимать Что если вы всех убили То могут яму поджать То есть такая ситуация Один в два Также по инфе Один в один Самые легкие клатчи Если например Почему нет инфы То старайтесь играть И открываться Только под какие-то Одни споты Старайтесь не открываться Под сразу Под два спота То есть вот например Если вы идете Вот здесь распикивать Выходите аккуратно Вот так Вот так Вот так КТ Все Кидаете смог Ставите пачку Выигрываете раунд То есть какая-то Простая такая ситуация И Ну в целом Что вам сказать Ну понимание игры Надо понимать Ну не надо просто втыкать Ну Вы вот сидите И играете Вы должны просто Ну грамотно оценивать Что на карте творится Подумайте вообще Что типы могут делать Подумайте От чего они играют От чего они играют Подумайте От чего вообще вам играть Какие вам гранаты использовать Где у них типа Слабее опорник на пленту От чего дохнет его опорник Например Если у вас первый спаун Вот например Вот такой вот у вас спаун Да То вы лучше бегите Не на мид Типа дохнуть В окно фидить А пробегите У вас будет большое преимущество Вы в апсы добежите На эту лавку прыгнете И че Если тут будет прыжками вас чекать Вы можете с авикой Либо там с калаша тапнуть То есть это такая ситуация Вот все вот это Вот понимание игры Которые говорят Дедуктивный кс Ребят Дедуктивный кс Будет только в том случае Если вы начнете Давать информацию Если вы начнете С типами с нормальными играть Которые тоже дают информацию И если вы будете понимать Как играют типы То есть Если они играют Какую-то базу То играйте от базы Если они играют Какой-то дебилизм То Просто пушьте Этих идиотов И все Че такого-то Типа ну Обычно какая-то база Выучите гранаты Тренируйтесь Стрельбу Аим Чего вам еще рассказать То есть Понимание игры Оно заключается в том Чтобы понимать В целом ситуацию Которая происходит На карте Клач Это все придет Со временем Просто научитесь Давать информацию Научитесь играть Дебюты Тренируйте ваш Аим И играйте с удовольствием Все Всем пока С вами был я Будущий Киберспортсмен По КС2